Приветствуем вас на канале Фитстарс. Сегодня мы поговорим о трансформации суперпары супругах Шелтон, сбросивших на двоих 240 килограмм. Как они смогли себя так запустить и как привели вес в норму? С какими трудностями встретились? Об этом и о многом другом смотрите прямо сейчас. Доводилось ли вам сталкиваться с примерами самой настоящей пищевой зависимости, когда главной целью человека становится еда? Сейчас это очень симпатичные и стройные ребята, ведущие активный образ жизни. Трудно даже себе представить, что совсем недавно они были больше аж на 240 килограммов. Джастин и Лорен поженились в 2008 году. Перед свадьбой их вес на двоих составлял 340 килограммов. Но началось все еще в школе. Джастин вспоминает об их проблеме следующее. Я получил травму колена во время соревнований и не мог заниматься спортом. А Лорен заедала любые эмоции, ела и в счастье, и в горести, и когда было скучно. В какой-то момент все это превратилось в неконтролируемый процесс. Мы, конечно, пытались худеть, но не хватало мотивации. Их жизнь в тот период напоминала странное соревнование на то, кто больше из них съест. Обычный завтрак Лорен состоял, например, из трех жареных яиц, приличной порции бекона и нескольких бисквитов с соусом. Джастин тоже не отставал. В его утреннее меню входила гора блинчиков с кленовым сиропом и жареные яйца с колбаской. Стоит заметить, что тратить полученную от еды энергию им было особенно некуда. Пара тогда не занималась спортом и вела малоподвижный образ жизни. В своих интервью Джастин рассказывает, что еда походила для них на старого друга, который находился всегда рядом. Так совершенно незаметно для самих себя ребята стали жить для того, чтобы есть. И, возможно, так бы все продолжалось еще очень долго, если бы в их жизнь не вмешался случай. В 2012 году у Джастина начались проблемы с почками и появилась необходимость лечь в больницу. Но провести качественное обследование не удалось, по причине того, что он из-за крупных размеров банально не поместился в аппарат по диагностике. Лечение пришлось выстроить на предположениях и целой гарии антибиотиков. Так в жизни Лорен и Джастина наступил новый этап. Ребята поняли, что этот эпизод в больнице мог стоить жизни и поэтому решили начать худеть вместе. Они обратились за помощью к диетологу. Дома избавились от всех вредных и высококалорийных продуктов. И стали покупать постное мясо, свежие овощи и фрукты, а еще перестали пользоваться общепитом. Конечно, не обошлось и без тренировок. Они начались со всем простых упражнений дома и недолгих прогулок на улице. С таким весом очень опасно сразу давать серьезную нагрузку организму. Постепенно, шаг за шагом, их прогулки становились все длиннее, тренировки интенсивнее, а рацион чище. Ребята научились готовить вкусно и полезно, а ежедневная активность вошла в привычку. И, о чудо, за 19 месяцев работы над собой наши герои изменились до неузнаваемости. Лорен похудела на 78 килограммов, а Джастин на 157. Для нас как будто наступила новая жизнь. Мы можем покупать одежду обычных размеров, в самолетах на нас сходятся ремни безопасности. Мы изменили мышление, стараемся думать не о том, чтобы съесть, а о том, чем бы еще интересным заняться, признаются в интервью ребята. Удивительно, но после похудения больное колено перестало беспокоить Джастина. И теперь он с удовольствием совершает утренние пробежки. Они больше не едят на завтрак жареные яйца и бекон, а предпочитают протеиновые коктейли и диетическую индейку. И если раньше главным хобби их жизни являлось совместное поглощение огромного количества еды, то теперь они ходят на совместные тренировки в зал 6 раз в неделю. И неудивительно, что родственники, с которыми Джастин и Лорен не виделись несколько лет, в прямом смысле не узнали их. Ребята говорят, что худеть вместе гораздо проще. В их случае, конечно, очень помогла взаимоподдержка. Это действительно сплачивает, когда у вас есть то, в чем вы твердо уверены и вы делаете это вместе, признается сейчас Лорен. Нам остается только порадоваться за наших героев, ведь они вовремя взяли себя в руки и сейчас стали намного более счастливыми. Но, к сожалению, не все люди могут трезво посмотреть на проблему переедания и лишнего веса. Величайшая кинодива Одри Хэбберн, звезда фильма «Римские каникулы», тоже имеет свое мнение на данную тему. «Поделитесь едой с нуждающимися, и вы никогда больше не будете переживать о своих лишних килограммах», – советовала она. Это и не удивительно, ведь Одри пережила настоящий голод во время немецкой оккупации Голландии и получила ряд проблем со здоровьем, вызванных недоеданием. Всю свою жизнь она занималась благотворительностью и помогала голодающим детям в самых бедных странах. Почему же тогда сейчас, в 21 веке, когда технический прогресс поднялся до невероятных высот, а быт стал гораздо легче, значительная часть людей живет для того, чтобы есть? Оказывается, все дело в пищевой зависимости. Психологи говорят о том, что существует целый ряд признаков этой зависимости. Они рекомендуют внимательно наблюдать за своим поведением и задуматься, если хоть одна из следующих фраз является для вас верной. Первое. Вы часто едите просто так, но не ощущаете голод. Второе. Вы постоянно испытываете голод всегда и везде и порции еды стремительно увеличиваете. Третье. Подходите к холодильнику даже ночью. Не можете отказаться от употребления какого-то определенного продукта. Четвертое. Все ваши мысли, прямо или косвенно, связаны с едой. И пятое. Еда для вас служит главным или единственным источником получения удовольствия. А вы чувствовали у себя подобные симптомы? Расскажите в комментариях. Давайте поддержим друг друга. Не хлебом единым жив человек. Даже если один признак из вышеперечисленных относится и к вам, то стоит обратиться к психотерапевту и глубоко разобраться с самим собой. Понять, чего же вы по-настоящему хотите добиться от жизни. И, конечно, избавляться от лишнего веса, чтобы появились здоровье, силы и энергия на достижение действительно важных целей. Как показывает опыт Джастина и Лорен, из всех самых сложных и запущенных ситуаций всегда есть выход. Нужно только начать действовать. Главное, чтобы у вас была четкая цель и яркое желание. Тогда все обязательно получится. Подписывайтесь на наш канал, поставьте красивый лайк этому видео и напишите в комментариях, о чем бы вы хотели углевать в следующий выпуск. Пока! Переходите по ссылочке в описании, получайте промокод и занимайтесь вместе с нами. Поехали! 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 Продолжение следует...